1 сентября родители, чьи дети не попали в списки на зачисление в садик, написали письмо президенту России. Обратиться в приемную Владимира Владимировича Путина их вынудило нежелание местных чиновников решать проблему. Напомним, прямо перед началом учебного года фамилии их детей исчезли из списков на зачисление в детский сад. Вместо них появились другие, вставшие в очередь значительно позднее. По словам родителей, они вот уже несколько недель обивают пороги инстанций, которые по закону должны курировать вопрос устройства в детские сады. Отдел дошкольного образования на улице Марата 15 и сам департамент образования на Щербака 10. В ответ чиновники либо отмахиваются, либо просто хамят. Уважаемый Владимир Владимирович, обращаются к вам родители детей города Севастополя, не попавших в детские сады по разным причинам. Пытались родители действовать и через прокуратуру. Даже на прием к прокурору Игорю Сергеевичу Шевченко записаться не смогли. Вчера мне было сказано, что я что-то перепутала и 3-го числа никакого приема не будет. Когда же эта информация прошла уже по каналам телевидения, я позвонила сегодня. Мне сказали, что по этим вопросам меня примет другой человек, который занимается вопросами несовершеннолетних детей. То есть Шевченко мне опять была отказана в записи. Теперь у родителей, по их словам, осталась надежда только на гаранта Конституции, президента Российской Федерации. Под обращением к Владимиру Владимировичу на 1 сентября было более 30 подписей. Только вот мы на 11.30 собираемся, еще будут люди. А ожидаете сколько? Не могу сказать. То есть мы это начали вчера. То есть вчера нас было гораздо меньше, сегодня нас уже в 2-3 раза больше. Как утверждают родители, проблема устройства детей в садик серьезнее, чем кажется. И нежелание чиновников различных уровней ее решать уже довело их до отчаяния и готовности пойти на крайние меры. Если в ближайшее время мер никаких не будет принято, значит нам остается выходить на голодовку вместе с детьми. Потому что, извините, прожить на одну зарплату мужа с детьми, у кого-то двое детей, трое детей. Как это возможно? С ценами. Я выйду, да. А что делать? Мне так и так остается только голодать. Я думаю, что тут многие мамы выйдут и поддержат. История получила продолжение 2 сентября. В это утро у двери отдела дошкольного образования, как обычно, выстроилась очередь разгневанных родителей. Дети вместо садика находятся дома. А сами они штурмуют забаррикадировавшихся в здании чиновников. Вместо того, чтобы быть на работе. Сегодня, как все родители, я пришел сюда выяснить данную ситуацию, что же здесь происходит. По факту, на момент 10 часов утра все двери закрыты. Никакие представители не выходят людям, не говорят какую-либо информацию. Спустя пару часов к зданию подъехала машина, и представители власти, наконец, вышли к людям. С родителями встретился знаместитель директора департамента образования Севастополя Владимир Леонидович Тюнин. Поначалу из его слов было не совсем понятно, кто виноват и что делать. Ведь на все конкретные вопросы родителей чиновник отвечал лишь «пишите заявление». Вопрос о судьбе десятков заявлений, которые уже написаны, повис в воздухе. Вот вы говорите, пишите заявление, кто дает гарантию, что люди во времени... Заявление ответят? Да. В каком времени? В каком времени? Конечно. Но люди каждают, что они не отвечают. На заборе много чего написано, но ты не знаешь, что это правда. В каком времени промежуток? Значит, если человек сдал официально заявление в департамент, и там стоит штамп с входящим номером в соответствии с законом России об обращении граждан, мы должны ответить в 30-дневный срок. С течением времени из ответов Владимира Леонидовича становилось понятно. В том, что дети, которые были в списках на зачисление в садик, магическим образом оттуда исчезли, виноваты заведующие этими садиками. 31 числа в электронном виде каждой заведующим детским садиком были направлены списки, какие дети попали в детское садик. Это первое. Это 24-й садик, то есть обобщение? Нет, у нее все есть. У нас заявляют о том, что... Больше того, по словам чиновника, существует механизм ответственности для заведующих детскими садами. В случае обнаружения фактов обмана, виновные в махинациях, повлекших за собой слезы, нервы и такие вот многодневные очереди, получат лишь выговор. Мы сейчас формируем очередь в соответствии с заявками, которые подают заведующими детскими садами. Когда мы заполним эти заявки, у нас потом будет проверка детских садов. И они все предупреждены, что если вы подали нам необъективные данные, вы могли принять 30 детей, а вы дали 20 в надежде потом устроить 10 детей, не получится. Будет проверка, вы получите выговор. С такой мерой наказания вряд ли согласятся те, кто несколько недель подряд не мог добиться внятного ответа на вопрос, почему ребенок не сможет пойти в садик. Я думаю, что человек, который довел ситуацию до такой точки кипения, просто не должен занимать свою должность. Родители детей, вычеркнутых из очереди в сад, намерены обратиться в прокуратуру Севастополя. Светлана Щербакова, Денис Александрович, Дмитрий Фомин, Севенфорумбюро.